всем привет добро пожаловать снова на мой канал я вас всех приветствую очень этому рад вот и началась новая неделя надеюсь что она нам принесет только хорошие новости очень хочется в это верить и конечно же много других интересных новостей которыми я буду с вами с огромным удовольствием делиться выходной как обычно прилетел я его даже не заметил но хорошо что я отдохнул выспался погулял я очень хорошо погулял признаюсь честно у меня тут некоторые моменты интересные произошли кстати сегодня 1 августа друзья вот последний месяц лета и настал вот так негаданно нежданно уже и лето подходит к своему финалу увы жаль что только летом точнее я бы даже сказал жаль что лето они война ну как говорится живем дальше что нам остается делать я значит на выходных погулял в интересном месте знаете где побывал я побывал на своей старой работе про тот самый отель и которым я так вам долго рассказывал заскочил я в него ненадолго это было не специально хотел значит я там посидеть в баре в одном но он был закрыт к сожалению поэтому я так зашел поцеловал двери и ушел но зато знаете такие непонятные ощущения у меня были не могу сказать что мне прям было приятно не могу сказать что мне было неприятно и не могу сказать что мне какая-то ностальгия была просто никак вот зашел хотел реально зайти в баре посидеть почувствовать себя королем но это я шучу конечно но он не работает на думаю ладно значит и хорошо что не работает все складывается так как должно быть но зато моя нога вступила впервые за сколько не помню много лет уже сколько там не работаю с 15 года это мне работаю сегодня 22 год 7 лет боже как время летит быстро уже почти восемь лет скоро будет ну естественно я встретился со своими знакомыми некоторыми которых давно не видела они меня спросили как что где живешь кем работаешь и все такое прочее но я возьми ты скажи блогер они горят какой блогер я говорю ну как какой на ютюбе они посмеяли сказали ну жень какой блогер ты блогер на ютюбе серьезно тону серьезно рассказывать чем-то занимаются в общем они мне не поверили вот вам очередное доказательство когда ты приходишь к человеку и говоришь правду как есть а тебе не верят чтобы я не сказал бы кем бы я работаю обязательно поверили вот как это понять почему люди ложь воспринимает лучше чем правду они мне реально не поверили но я не стал их убеждать думаю мое дело сказать ваше дело не поверить мне все равно не было задачи никому ничего доказывает а еще сегодня выходил утром магазин вышел из дома и слышу крики слушайте я таких криков не слышал очень много лет очень очень много лет мне это все напомнило мое детство когда у меня в доме постоянно какие-то крики оры были постоянно муж женой там ругались какой-то трэш был я настолько отвык от этого всего что вот для меня это было настолько неожиданно услышать вот этот крик когда женщина кричала видимо на своего мужика потому как больше не на кого было так орать это было жесть я не ожидал такого тем более здесь вроде люди такие приличные да ну так орут видите все-таки все мы люди но знаете что самое вот я услышал в этом крике вот этот надрыв сколько же в нем было ненавистью сколько живот копилась этого негатива за все эти годы и вот тут хочется под просто задать вопрос а зачем же вот доводить до такого состояния себя когда ты уже орешь вот каким-то не своим голосом я просто вам передать не могу поэтому вы понимаете о чем я говорю это было страшно это было неприятно и чувствовалось вот это вот вся накопившиеся за наверное за сколько лет там ненависть просто к человеку там просто вот ненависть читалась я не понимаю зачем люди живут доводит до такого момента неужели нельзя просто взять и разойтись мне кажется что всегда вовремя нужно расходиться я понимаю что это всегда сложно когда семья много чего строилась планы и так далее особенно когда тебе там уже наверно за 40 за 50 это еще сложнее сделать я это все понимаю но потом вот так вот жить и вот так вот кричать я не удивлюсь от ли они дальше там будут жить вместе это не мое дело я с вами просто делюсь этой истории и своим ощущением вот этого всего происходящего взаимоотношения людей конечно это интересная штука в ней можно бесконечно разбираться философствовать и все равно чтобы как бы ты не говорил вроде как люди сами головой понимает что и как нужно делать но тем не менее они не применяют это все в своей жизни поэтому наверное многие как-то несчастливы но это мои такие чисто наблюдения из того что я вижу у меня есть несколько примеров семей и честно скажу вам ни один из этих примеров мне не подходит такая вот семья все в до семья в кавычках но зачем вот это лишь бы как лишь бы с кем нет я лучше буду тогда один всю жизнь правда конечно я не хочу ни в коем случае но если выбирать быть одному или быть вот так вот как вот эти люди живут в семьях нет спасибо я лучше буду дальше один мои нервы и так не в порядке так у тебя их немного приберегу потому что вот такие истории это вообще непонятно мне мне кажется что если бы люди вовремя научились бы расходиться потому как мы с вами прекрасно понимаем что иногда бывает так когда любовь может пройти чувства и так далее да сейчас мне многие напишут что семья не только на любви строится понятное дело но если уже появляется вот этот раздражитель к человеку с которым ты живешь то я думаю что нужно уходить не нужно это все тянуть и оно будет накапливаться накапливаться потом вот как этот вулкан ненависти потом в какой-то момент взорвется и слава богу если только покричит они возьмут сковороду или еще не дай бог что-нибудь и не наделает никаких глупостей поскольку уже было много ситуаций когда люди вот так долго живут живут потом доходит и такой ненависти что просто уже то что в рукопашную сами понимаете о чем я говорю ужасно это все и вот какому я выводу пришел у нас люди не умеют нормально расходиться вот обязательно это на какой-то ну не всегда но чаще всего это какая-то негативная вот эта нота до которой сами же они доводят и потом вот этот плохой опыт он идет с тобой по жизни тебе кажется что так будет всегда а на самом деле так не должно быть принципе если так разобраться так не должно быть люди должны научиться вовремя расходиться в первую очередь признаться самим себе честно сказать что да я разлюбил да это хороший человек но с хорошим человеком ты не будешь просто так жить все равно должна быть какая-то ну не то чтобы страсть но какие-то чувства должны быть не просто как хорошему человеку потому что с хорошим человеком можно дружить может быть вы со мной не согласитесь я с удовольствием высушуя ваше мнение но я считаю вот я глубоко убежден в том что если бы люди вовремя правильно грамотно спокойно расходились бы тогда бы травм психологических в отношениях было бы меньше и тогда бы следующих отношениях было бы все по-другому возможно бы тогда люди не так сильно замыкались себе это было простила хорошо задачу в будущих взаимоотношениях партнеров мое такое мнение я считаю что люди не умеют нормально расходиться обязательно дотянут до точки кипения который и выливается вот в такие вот крики которые слушаешь идешь и думаешь боже куда себя деть хочется быть в этот момент страусом спрятаться ненависть вот прям ненависть вот что говорят как там говорят от любви до ненависти вот я считаю что до ненависти доводить не надо я такой человек вот я помню как ты даже собчак слушал она говорит вот я люблю я вместе разлюбила ушла и мне так это понравилось да с одной стороны звучит так просто и легко в жизни так легко не сделаешь но с другой стороны а как по-другому да и многие думают о том что я могу ранее чувство того человека который меня возможно еще любит но если я не люблю я то буду несчастлив а зачем мне себя делать несчастным потому что я начну со временем раздражаться копить злость ненависть это все будет вливаться в какие-то скандалы черте что потом он у людей в браке по 8 по 10 месяцев секса нет и вообще они не хотят друг друга и что это все вообще объясните мне ужас короче философ евгений психолог тут понимаете разбирает семейные отношения не имея семьи на что умею люблю практикую обращайтесь я вам обязательно дам дельный совет как нужно вовремя развестись и уйти чтобы потом обрести новое счастье вот такое у меня было сегодня вступление долгое простите тайм-коды напоминаю так что не нервничайте переключайтесь если кого-то так сильно раздражает тем желаю прекрасной недели впереди обязательно жду ваши комментарии очень интересная житейская тема я думаю вам есть что сказать мне всем крепкого здоровья если вдруг не дай бог кто-то заболел обязательно поправляйтесь всем желаю впереди хорошей недели пусть она принесет только самые положительные эмоции хорошие результаты если кто-то отдыхает наслаждайтесь отпуском но самое главное не забывайте смотреть ролики всем приятного просмотра а теперь переходим к новостям погнали клава кока пожаловалась и и отказываются обслуживать бутики louis vuitton стамбульском аэропорту на днях я исполнилась 26 лет на день рождения она подарила себе красный спортивный автомобиль неважно за сколько он там стоит но в общем захотела что-то себе прикупить стамбульском аэропорту и и там не обслужили и она очень сильно расстроилась хотелось бы сейчас сказать клаве клава мне твои проблемы сша за один миллион и сто тысяч долларов были проданы часы внимание гитлера сми сообщает что личность покупателя не раскрывается свой протест высказали сразу 34 влиятельных еврейских лидер напомню что сша в свое время были одним из организаторов нюрнбергского процесса а теперь поддерживают нацистов и торгуют вещами гитлера если честно для меня это тоже новость очень удивительная поэтому решил с вами поделиться юлия барановская должна налоговой крупную сумму у нее накопились долги по 300 тысяч барановская не спешит погасить долг причиной этого могут быть финансовые трудности как вы знаете программы сейчас не снимаются с ее участием поэтому возможно копят деньги я думаю что они у нее есть но вот видите богатые знаменитые а почему-то не платят коммуналку или что они там налоги не уплачивают вот такие вот они еще немного продолжников анастейша волочкова оказывается злостной не платильщицы коммуналки еще 10 июня суд выдал исполнительный лист на взыскание с анастасией волочковой за коммунальные услуги внимание почти 700 тысяч рублей сколько она должна за свой особняк в подмосковье да и за питерскую квартиру она нерегулярно платит сейчас за ней висит долг в 31000 это по поводу квартиры на в общем всего 700 тысяч рублей неуплата за коммуналку анастейша волочковой и тут прям хочется сказать а где же все это настенька всегда так громко кричит о том что у нее жизнь в шоколаде коммуналку мы не оплачиваем но цены конечно потрясают мне суммы на этом про волочкова еще не все конечно же она сделала очередное заявление женщина хмель волочкова снова тяпнула пару бутылок просека и выдала очередное свое заявление я волочкова останусь навсегда и на века я горда что меня обсуждают самое простое говорить ой ты выпила пила пью и буду пить ладно мы поняли это уже давно настя пей ну что же живите теперь с этим стинг прервал выступление в польше чтобы объявить речь о демократии поддержать украину и вот что он сказал война в украине это абсурд построенный на лжи если мы поглотим эту ложь она нас съест но ложь ужасно боится правды правда должна быть услышана мы не можем проиграть эту битву вот так вот он выразил свои слова поддержки украины и всего что здесь сейчас происходит за что ему огромное спасибо тарзан продает свои картины за 1 миллион он давно рисует и показывает свои работы в социальных сетях накануне стало известно что он успешно монетизировал свое хобби и вот что он говорит свои картины я пока что еще не продаю потому что хочу устроить большую выставку только пару картин продал просто люди просили даже настаивали продал дорого больше миллиона не знаю если честно с чем это связано такая цена насколько я помню джонни депп рисует его картины продались неплохо но видимо тарзан решил пойти по его стопам оценивайте друзья кто в этом что-то понимает но пока он там продает или пытается создавать свой бизнес на картинах тем временем его супруга наталочка королева умотала в сша и делает вид что ничего не происходит но так сказать убежала подальше чтобы ее бедненькую не терроризировали сми и так далее сингапурские ученые создали заживляющий пластырь из кожи лягушек он особенно эффективен потому что коллаген амфибий более совместим с человеком чем структурные белки других животных так что теперь будут пластыри из кожи лягушек бритни спирс дописала таки свои мемуары но не может их выпустить потому что у ее издателя нет бумаги это абсолютная правда такая вот новость дефицит случился из-за пандемии когда решится вопрос неизвестно в общем откладывается выпуск мемуаров бритни спирс я если честно не понял что значит нет бумаги бритни но ты приезжай к нам в украину у нас бумага есть все выпустишься будет нормально джамала напомню что она будет выступать в танцах со звездами в польше она уже познакомилась со своим партнером в польских танцах это 30-летние я цикешки шестикратный чемпион польши по больным танцам полуфиналист world of dance польска и победитель пятого сезона танцы со звездами в польше джамале достался один из самых титулованных польских легенд он выходил на звездный паркет в шести сезонах жена я цико выиграла последний сезон танцев но еще один кубок дома не помешает как говорится в общем пожелаем джамале успехом напомню что джамала там участвует не просто так деньги которые будут собраны будут также переданы на помощь украине вашему вниманию топ-5 звезд шоу-бизнеса и политиков которых обвиняли в инцесте реки мартин и его племянник совсем свежая история которая закончилась тем что обвинения были сняты с реки мартина это буквально недавно все было анджелина джоли заподозрили в инцесте когда она публично поцеловала в засос своего брата джеймса хэйвена произошло это в 2000 году на церемонии вручения оскар перед выходом актрисы на сцену за наградой также 15 лет спустя джоли рассекретила журналистам что первый ее поцелуй произошел также с родным братом семилетнем возрасте следующий у нас габриэль обрем 2011 году американская актриса холли бери обвинила бывшего возлюбленного канадскую модель габриэла обре в эмоциональном насилии инцесте и расизме она заявила суду что у ее бывшего парня проблемы с психикой что он не может быть основным опекуном их общей дочери кроме того бери заверила что неоднократно слышал от обре российские высказывания также шокировала суд заявлением что у габриэля был многолетний роман с кем-то из членов его семьи подробностей она не рассекретила но обвинить его в инцесте успела клаус кински пола кински старшая дочь одного из самых известных немецких актеров клауса кински обвинила звездного отца в инцесте через 20 лет после смерти клауса пола публично признала что отец платил ей за то чтобы она была его маленьким сексуальным объектом по ее словам ее связь с отцом продолжалась примерно до ее 19-летия безумие ну и последний у нас стив кристиан 1 мэр острова питкерна единственная заморская территория великобритании в тихом океане в 2004 году предстал перед судом по обвинению в изнасиловании сексуальном насилии политик якобы не раз нападал на женщин и даже имел сексуальные отношения с собственными детьми в течение нескольких лет вот такие вот у нас неадекватно я думаю это только капля моря вообще таких людей очень много это все пугают это ужасно сша отменили концерты группы little big участники которые выступили против военных действий в украине и уехали из россии причина отмены низкий спрос на билеты ранее они потеряли почти 70 миллионов из-за отмены тура по россии я не знаю насколько это правдивая информация лишь до ношу до вас новости а как там на самом деле кто его знает но пока что новости вот такие 31 июля был день рождения у секс-символа украины олега веника почему секс-символа спросите это не ко мне с этими вопросами многие женщины его обожают ему исполнилось 49 лет пожелаем ему здоровья пусть и дальше радует всех своих вовчиц и всех поклонниц которые от него без ума кстати на этом канале много поклонниц олега веника признавайтесь появилась информация где же сейчас живет софи ротару оказалось что софи ротару местонахождение которое было неизвестно с начала войны уехала в соединенные штаты америки об этом рассказал российским сми продюсер леонид дзюнник и вот что он говорил она уехала живет в америке но продолжает оставаться гражданкой украины вот такое вот он сделал заявление где именно проживает софи ротару в штатах не уточняется известно что ее внучка софия евдокименко уже не первый год живет и учится в нью-йорке не исключено что софья михайловна уехала к ней в общем не важно где она там живет также не знаю я правда это или нет проверить эту информацию не могу я лишь озвучивать и новости которые пишут сми я на этом дело такой жирный акцент чтобы вы понимали что я ничего не придумывал я лишь озвучиваю новости которые пишут сми а насколько это правда или нет тут как говорится уже думайте и делайте выводы сами поскольку сейчас столько всего пишется уже половина фейков непонятно кому верить кому нет в любом случае в штатах на или в европе какая разница правда главное чтоб с ней все было хорошо а жерар пике оказался очень даже алчным и меркантильным человеком он согласился отдать шакире детей но за 400 тысяч евро и 5 перелетов первым классов из испании в америку ежегодно мало того что шакиру пытаются засадить на 8 лет налоговая служба испании так еще и бывший муж точнее не муж а гражданский муж решил на ней подзаработать я в шоке честно вот так вот 400 тысяч в год и 5 перелетов первым классом из испании в америку вот такие вот условия и тогда шакира сможет выехать с детьми штаты на острове каприем в италии 30 июля состоялся благотворительный гала вечер луиза вива рома прошедший под эгидой юнисип хедлайнером вечера было знаете кто джейло а среди гостей было очень много знаменитостей среди них леонардо дикаприо джаред лето но и мама американского миллиардера мои маск и не только часть вырученных средств отдадут на нужды украинцев ежегодный гала вечер луиза в я рома включает себя роскошный ужин и благотворительный аукцион все деньги от продажи билетов и лотов традиционно передают юнисеф в этом году удалось собрать более 8 миллионов долларов которые помогут украинским беженцам так что дженнифер лопес совмещает приятное с полезным и медовый месяц и продолжает параллельно также выступает но звезда она любит она внимание надеюсь чтобы на африк запасе успокоительным потому что она его замучает еще и как у анасти прошел первый сольный концерт на выходных тут даже не про ее концерт хочется поговорить а вообще я вот задумался а как вот у нее и других как она так получается как ни в чем не бывало плясать радоваться жизни спать спокойно что очень важно и не париться из-за всего что сейчас происходит у нее на родине это не про упрек я хочу чтобы меня поняли сейчас правда не могу понять как это вообще возможно в моей голове это не укладывается просто я уже говорил много раз что я реально завидую людям пофигистам которые вообще не парятся и спят спокойно и здоровее будут само собой а тут с ума сходишь от всего и не знаешь куда себя деть и как вообще находить силы а насти расскажи как тебе это удается как объясни неужели вопрос только в деньгах что скажете друзьям действительно вот интересная тема поскольку я не понимаю откуда у людей вот хватает мне не знаю чего делать и что ничего не происходит мне так не получается великая мудрая женщина бородина решила высказаться в адрес бритни спирс моралистка на связи отчитала бритни по полной программе рассказываю что же она там написала ребят а у вас есть здравое объяснение этим фотографиям что она все время хочет нам этим сказать она же вроде была адекватная потом алкоголь наркота это я все помню но просто она завела инсту и началось вот это нахрена нам ее жопа все время еще и так дешево она же вон дурной пример заразителен но съемки есть откровенный ок а это что такое кому это good ксении бородиной стало мало ее коллег по цеху она решила пройтись по бритни спирс а с каких пор вообще бородина стала вдруг такой правильной на себя она не хочет взглянуть на свою речь например где много мата посылает и материть своих подписчиков регулярно унижает я бы даже сказал или она никогда не демонстрировала свои прелести все я думаю если бы она 13 лет просидела в плену у папаши и пичкали бы ее непонятно чем все эти годы я бы потом поговорил бы с ней и главное бритни могла сойти с ума не могла это неважно с этим сейчас мы разбираться не будем мы не врачи но то что она уже вошла музыкальную мировую историю и остается до сих пор актуальной когда-то она даже покорила весь мир и вот это вот жирный факт а что сделала женщина с бревна я не знаю чего она вдруг решила публично отшлепать бритни спирс может все-таки вернуться к естественной и понятной себе жизни и дальше сраться с бывшим супругом орать на подписчиков и хайповать на всем подряд унижать бузову и все такое прочее а бритни оставь покоя пусть делает что хочет мне нравится как говорится не смотри вот на мою личную жизнь никак не влияют ее горячие фото вот эти странные танцы не знаю как на вашу жизнь влияет это или нет но ксения бородина конечно повеселила суд в италии не стал заключать под стражу гинеколога внимание который лечил своих пациенток сексом в начале сторона обвинения шила джованни миниелла изнасилование 29 женщины и требовала его ареста доктор же утверждал что половой акт с ним является неплохой терапии против папиллома вирусов человека также отлично зарекомендовал себя в качестве профилактики онкологии матки вообще друзья это слышите это вот не выдуманная история то есть гинеколог врач тупо насиловал своих пациенток и несет такую ахинею что он там пытался их от чего-то спасти и я вообще же ничему не удивляюсь не правда хочется сойти с этой планеты на другую потому что я не знаю если уже врачи сошли с ума то куда вообще же мы катимся для меня врач это как бог понимаете я прихожу к нему я доверяю свою жизнь свою судьбу в его руки а вот так вот что потом двиг тебе наркоз курят а потом ты ну это что вообще это и знаете исторический смех у меня комментируйте что вы по этому поводу думаете тейлор свифт разозлила защитников природы за год она налетала на частном самолете 170 раз что привело к выбросу огромному количеству углекислого газа всего же за год джет тейлор свифт выпустил в атмосферу столько углекислого газа сколько средний американец мог бы только за 550 лет а житель индии вообще за 4300 лет экоактивисты призывают отнять у свифт личный борт и пересадить ее на машину или поезд когда речь идет о коротких расстояниях представитель артистки заявил что этот самолет якобы часто сдается в аренду поэтому приписывать тейлор все перелеты неправильно но верится в этот конечно с трудом тем более что блондинку уже ловили на лжи после того как ее очередной раз обвинили в загрязнении окружающей среды сети был вброс что свифт перевела 10 тысяч долларов фонд экологической организации только вот журналисты раскопали что такого фонда на территории сша не существует в общем как вы видите экоактивисты взялись активно за всех celebrity которые летают на частных джетах и правильно делают разлетались тут на своих самолетах отравляют нам воздух рита дакота не скрывает что часто прибегает к услугам пластических хирургов и косметологов ума и дакота сделал иринопластику теперь поделилась фото с процедур на лицо нанесли заморозку перед уколами красоты сейчас будем колоть и так далее в общем она не скрывает что ее красота благодаря тому что вмешались врачи всякие уколы красоты им пластическая хирургия и так далее ну что ж спасибо за честность хоть не придумывает что все свое все натуральное по поводу выступлений лазарева ходило много слухов поговаривали якобы он даже уехал из россии но все эти сплетни не имеют ничего общего с действительностью и вот что рассказывает сам сергей лазарев последние пару лет мир шоу-бизнесом был в подвешенном состоянии как и другие отрасли два года пандемии ограничений поставили концертную деятельность на паузу отмены переносы концертов стали почти нормой от этого страдали зрители и артисты сейчас постепенно концерты возобновились ограничения сняты но все равно до сих пор с опаской строить долгосрочные планы я был вынужден перенести премьеру своего нового концертного шоу с весны на осень долгожданная премьера состоится в сентябре в минске и санкт-петербурге 26 октября в москве и в крокус сити холли далее стартует грандиозный тур по россии и напомню что сергей лазарев которые с 24 февраля высказал сначала одну позицию потом исчез из инстаграма потом снова вернулся спустя месяц поста этого не было резко взял другой вектор направления и все понятно почему потому что попросили в кавычках назовем это так именно по этой причине он отдыхает в этом году не на каких-то очередных островах как он любит проводить время со своим алексом малиновским а на камчатке что тоже в принципе неплохо вера брежнева выставила очень такой эмоциональный трогательный пост который честно говоря меня тоже очень сильно задел общем она выложила stories у себя на странице в инстаграме сейчас вам зачитаю что она пишет сегодня целый день в голове слова расчеловечивания в словаре есть синонимы дегуманизация озверением то есть кто-то жив цел но в нем больше нет человека возможно ли расчеловечиться за 157 дней вряд ли значит этот процесс уже давние бродящие если уже это произошло сейчас просто стало зримым вышло изнутри наружу и что дальше какая следующая фаза осознает ли это тот с кем это происходит возможно ли вернуться обратно вы знаете этот пост конечно действительно имеет смысл особенно сегодня у меня тоже очень много вопросов по этому поводу потому что вот честно признаюсь я совершил огромную ошибку я очень сильно глубоко посмотрел новости которые сейчас происходят не только в украине а и мире в целом и знаете мне стало плохо мне очень плохо стало потому что я думаю ну как что происходит с людьми что происходит куда нас всех несет зачем зачем это все происходит у меня нет вообще ответа в какой момент это все произошло куда вся человечность людей делать куда вся доброта эмпатия где это все что с людьми сейчас происходит я не могу понять правда и вот я в этом смысле веру брежневу понимаю и можно ли вернуться обратно друзья давайте пообсуждаем эту тему на этом новости из мира шоу-бизнеса все но у нас с вами есть еще замечательная прекрасная обязательная рубрика хороших добрых новостей без которой просто но никак мы сейчас не можем и перед тем как мы к ней перейдем я совсем вам забыл сказать что если вы вдруг не включали vpn ну ладно если уже посмотрели без vpn а потом досмотрите еще раз обязательно включите второй раз прокрутите у кого премиум аккаунт на ютюбе конечно вас это вообще не касается вы просто слушаете мой голос и дальше себе дремаете а всех у кого нет премиум аккаунта и нет рекламы вам обязательно нужно приобрести себе vpn тот самый который сможет запускать рекламу потому что это и есть ваша поддержка и благодарность за мой труд поскольку вы знаете что любой труд он должен оплачиваться от вас требуется всего лишь малость посмотреть ролик от начала до конца поставить палец вверх написать комментарий если у вас есть на это силы и желание ну и конечно же посмотреть рекламы это вам ничего не стоит а для меня это будет невероятное счастье и поддержка всем кто это делает огромное вам человеческое спасибо вы самые лучшие ну а теперь врываемся в рубрику добра погнали аист пришел сам за помощью к женщине травмированный аист пришел во двор пожилой женщине в селе она впустила его в дом накормила и позвонила зоозащитником с просьбой помочь крылатому спасатели команды в тот же день отправили аиста получившего имя федор для осмотра у орнитолога тот обнаружил у птицы травму коленного сустава теперь федор находится и восстанавливается в приюте для птиц и мелких животных но с ним самое главное что все в порядке а женщине огромное спасибо вот такие вот они птички животные которые сами приходят к людям это же не первая история которая вам рассказываю это круто самое главное что он под наблюдением профессионалов и с ним теперь все будет в порядке а это снова больно связи собачка которая уже рассказывал по имени были она успела покорить сердца сотни тысяч людей своей необычной внешностью она всегда чему-то сильно удивлена и не просто так а из-за врожденной болезни именно из-за этой болезни от нее отказались предыдущие хозяева но слава богу что с ней все в порядке эта история закончилась хэппи-эндом и продолжается у были есть активный тик ток на на нее в тик токе подписано больше двухсот тысяч человек представляете даже я сейчас завидую бель но я не буду это шутку говорю самое главное что собачка все в порядке и не переживайте это болезнь из-за чего не такой взгляд ей никак не мешает жить она живет полноценной нормальной здоровой жизнью все у нее в порядке а самое главное что с ней рядом любящие люди которые дарят ей свою любовь идеальное утро должно выглядеть примерно так выйти на раннюю прогулку с собачками и заодно позаниматься спортом посмотрите на это замечательное видео собачки качаются и дедушка качается но круто еще одна классная история о том как спасли маленького кенгуренка от него почему-то отказалась мама и тогда неравнодушная женщина взяла все обязанности на себя она конечно очень переживала поскольку вы знаете что кенгуру должны находиться в кармане у мамы для того чтобы не замерзнуть по слава богу благодаря неравнодушным специалистам совместными усилиями они выходили выкормили вот это маленькое чудо и с ней теперь все в порядке а женщине браво и большое спасибо женщина выгуливала во дворе свою таксу когда заметила что под капот ее автомобиля забралась кошка она попыталась прогнать пушистую оттуда в этом ей помогала собака новый такса сама попалась в ловушку и пришлось вызывать спасателей слава богу что операция по спасению таксы прошла успешно никто не пострадал все воссоединились машина не пострадала тоже но это не самое главное самое важное что собачка в порядке котик ушел и все чудно еще одна невероятная история собака тащила свою хозяйку отмечащий на нее машину пес по имени ставь и почувствовал неладное и вовремя потянул за ободок чтобы спасти женщину при этом знает он свою хозяйку всего пару месяцев семье боксер совсем недавно вы только посмотрите на это видео он ее резко потянул на себя она побежала получается за ним и в этот момент машина проехала и слава богу что никто не пострадал вот такие вот они собачки большое спасибо собачки не только ради того чтобы с ними знаете посидеть полюбоваться они еще умные и всегда защитят вас и спасут а самое главное что они преданные верные настоящие растоплю ваши сердца этим роликом мама горилла так любит свою чадо что не может удержаться и не показать его людям каждый раз когда мама замечает людей она берет в руки детеныша и начинает его целовать и ласкать но просто вау но это милота милота вот такие вот они мамы любят показать порадоваться мы порадуемся за нее малыша панголина чудом спасли от браконьеров его пытались нелегально вывести из одной страны в другую слава богу что в дело вмешалась местная полиция вместе зоозащитниками благодаря им малыш сейчас безопасности и учится взрослой жизни за что им всем огромнейшее спасибо еще одна забавная веселая история о необычной дружбе на этот раз овечка и собачки это овечка очень сильно любит играть в мячик вместе со своими собачьими братьями и сестрами и хотя мячик достается и редко это не делает игры менее веселым вот такая вот еще одна классная банда и животные в очередной раз нам доказывают что они наверное а более человечнее чем мы с вами стали в последнее время берем с них пример вот таких маленьких детенышей лесных сонь спасли мальчика и девочку назвали к и герда они настолько маленькие что помещаются в ладошку когда сони наберут нужную массу тела их выпустят природу так как они непригодны для содержания в неволе а это одна из моих любимых рубрик животные дети мама рассказала о необычном ритуале ее дочери малышка всегда находит кошку чтобы поцеловать ее перед сном если засыпать то только вот так а котик всегда ждет поцеловать свою маленькую кудрявую подружку пес забрался на трубочки фонтана чтобы не утонуть и сидел на них несколько часов в ожидании помощи все это дело произошло на выходных собачка просто хотела попить воды залезла фонтан и начала тонуть еле еле добралась до трубочек и встала на них благо ее заметили люди вытащили на сушу слава богу что никто не пострадал собачка в порядке а людям огромное спасибо навыки программирования помогли школьнику с аутизмом найти работу всего несколько лет назад парень и представить не мог чем будет заниматься после выпуска боялся что из-за аутического расстройства не сможет найти работу но хобби которое в итоге помогло ему с целью всегда была рядом с ним видеоигры джесси решил попробовать не только играть но и создавать игры в итоге школьник заинтересовался программированием и уже через несколько лет стал преподавать его другим детям а мама джесси говорит что из-за того как классно он преподает из его учеников выстраивается целая очередь программирование подарила парню не только работу но и уверенность в себе самое главное что он чувствует себя нужным полезным вокруг него собралось огромное количество разных людей чем он искренне счастлив вот такая вот замечательная классная история все эти истории нам дают надежду и на свет конце туннеля что все таки не все так плохо да смотришь на все что происходит становится страшно становится непонятно хочется просто сойти на другую планету спасибо знаю но потом вспоминаешь сколько хороших людей животных показывают нам такие классные примеры что не все потеряно что в этом мире есть много человечности хочется чтобы ее было всегда больше на этом канале каждый день об этом говорю друзья давайте пожалуйста изо всех сил кому это сложно может быть но давайте оставаться людьми потому что это намного приятнее это намного лучше это правильный так должно быть потому что мы с вами люди помните об этом сохраняйте в себе человека я вас искренне об этом прошу а все кто это делает вы не представляете что вы сейчас делаете это так важно особенно в наше сегодняшнее непростое время всем сердечки всем всего самого наилучшего никому не болеть если вдруг кто-то болеет поправляйтесь спасибо всем и каждому за то что приходите поддерживаете меня я вам искренне за это благодарен вы просто не представляете насколько потому что я такой же живой человек как и вы все и мне тоже порой становится очень тяжело иногда опускаются руки но потом вот читаю ваши комментарии понимаю что вот мы вот одно целое и будем всегда друг друга вытаскивать если не дай бог мы упадем в эту бездну яму в которую нам просто не нужно давайте будем примером для многих других людей и докажем всем что несмотря ни на что человек прежде всего доброта свет любовь помните об этом до завтра пока пока